На полотнах Ерофеева – счастливая страна СССР, но, кажется, поля, техника, сельские пейзажи – лишь фон. Главные здесь люди. Нет, не советские труженики. Настоящие архетипы живописи. Подпись под картиной – свекловичницы. А мы видим смуглые, натруженные, но невероятно красивые руки, как у натурщиц эпохи Возрождения. А у этой деревенской завески сидит не просто молодая мать – Мадонна. И тогда поле – это не просто поле, это не просто пашня, это мать сыра земля. И тогда женщина, которая стоит на этом поле – это мать. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть и самой высокой ипостаси материнства Богородицы. В числе экспонатов и почтовая марка 1987 года с репродукцией картины «Возвращение Ивана». Ерофеев был известным художником, лауреат различных премий, полотна которого хранятся в галереях и частных собраниях России, Франции, США, Германии и других стран, в том числе Третьяковке и Минкультура. Материала много подбиралась в витрины, потому что получалось, что он не один раз писал картину. У него несколько курских красавиц, они находятся в разных музеях, хотя первые находятся в Третьяковской галереи. Визуальное дополнение выставки – программа нашего телеканала «Культ-туризм». Мы снимали ее в 2011 году на даче Василия Ивановича. А еще были десятки сюжетов с потрясающе эмоциональными комментариями народного художника. Нам не нужно было даже расшифровывать его. В эти 25 секунд он вкладывал и эмоции, и информацию. Во-вторых, простите за нескромность, рядом с ним всегда чувствуешь себя красивой женщиной, потому что все женщины у Василия Ивановича были красивыми и прекрасными. И хочется сказать большое спасибо Василию Ивановичу за то огромное наследие, о котором можно еще написать и писать. Он дарил всего себя, семье, людям, искусству. И картины тоже дарил. Незадолго до смерти Василий Иванович написал портреты едва ли не всех своих односельчан. И, конечно, раздал землякам. Вот такой он был человек, говорит вдова художника. 59 лет Алла Михайловна прожила с мастером. Настаивает счастливо. А два года без мужа тянутся липкой бесконечностью. Это нельзя передать. Это я сейчас уже успокоилась. Я уже, знаете, окружена вниманием со всех сторон. И дети, и внуки, и друзья, и приятель, и все. Но я полгода, я кричала криком. Вот я всех их придут, меня проведать, а я быстрей, быстрей ходят. Я криком кричала. Я думала, что я не переживу этого. Настолько мы с ним были один человек. Все представленные работы из фондов галереи. Организаторы говорят, что если бы позволяла площадь, зрители могли бы увидеть больше полотен. Выставка продлится до 20 ноября. Затем ее сменит вернисаж Владимира Соколинского. Юлия Матвеева, Антон Латышев. События дня.